Добрый день! Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. И мы продолжаем цикл брифингов, посвященных вопросам интеграции. Для разъяснения вопросов интеграционных процессов в наших брифингах принимали участие члены правительства, представители Национальной палаты предпринимателей, эксперты и бизнесмены. Сегодня мы пригласили Акима Восточно-Казахстанской области Бердебека Мажбековича Сапарбаева, который расскажет о вопросах межрегионального взаимодействия в рамках евразийской интеграции. Бердебек Мажбекович, пожалуйста, вам слово. Бүгінгі кездесуге менен басқа біздің көрші Ресей мемлекетінің алтай өңірінің кәсіпкерлері, қызмет өкілдері одан кейін біздің облыстың үлкен кәсіп орын Азия автаның башысының орынбасары қатысып отыр. Я очень рад очередной встрече с вами, уважаемые журналисти. Сегодня в брифинге кроме меня участвуют представители Алтайского края, Российской Федерации, государственных органов, бизнес-структуры и также заместитель руководителя Азия автаны. Көздеріңіз жақсы, білесіздер, әрбір мемлекеттің дамуы бірден бір оның экономикалық интеграциясына басқа мемлекеттерменен қарымын қатнасына байланысты. Шығыс Қазақстан облысы шегіралық облыс. Біздің ресейменен шегірамыз 840 шақырым, Қытаймен шегірамыз 1150 шақырым. Сондықтан біз осы біріншіден көрші мемлекеттермен, басқа мемлекеттермен де экономикалық қарымын қатнасы жасауға мүдделіміз. Ол біріншіден біздің кәсіп орындардың, кәсіп көрілердің шығарып жатқан өнімдерін сатуға өзінің көмегін тегізет. Екіншіден сол әлдегі болуы отқан жаңалықтар, жаңа технологияларды біздің экономикамызға еңгізуге өзінің көмегін тегізет. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан оғылысында 379 жетеліменен біріккен кәсіп орын жұмыстейд. Бұл кәсіп орындар негізінен өндіріс, ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік, дәрігерлік білім саласында жұмысты сайд. Бұл осы кәсіп орындардың арқасында біздің оғылыстың экономикасы дамып, жаңа жұмыс орындары ашылып, қалқымыздың еліміздің әлеуматы жақсарып жатыр. Біздің ойымышы қазіргі таңдағы егемендік алғаннан бергі өңірлердегі экономикалық интеграфсаның дамуына көбіздің себебін тегізген осыдан 3 жыл бұрынғы құрылған кеден одағы негізгі мемлекетіміздегі сияқты біздің өңірдегі тауыр айалымы ресейменен, одан кейін Европа мемлекеттеріменен, сондықтан осы сонғы жылдары кеден одағындағы женгілдіктерге байланысты біздің облыстың ресейменен тауыр айалымы екесеге көбөйттеп атуға болады. Нақтыра қайтатын болсақ, тек қана өткен жылдың өзінде біздің ресейменен сауда айланыстымыз 280 миллиард тенгені құрады. Бәлі осындай байланысты бізде Белорусияменді бар, өткен жылы бұл көрсеткіш Белорусияменен 62 миллиард тенгенің көлі өмін құрады. Сіздер жақсы білесіздер, Семей қаласында Белорусияменен біріккен трактор шығаратын зауыт бар, ол зауыт жылына 1500-ге жоқ трактор шығарат. Оған қосымша біз осы Белоруси мемлекетіменен бірігіп қасы орын ашқамыз, сүт өңдейтін бәріліктарыңызға белгілі, қазіргі таңда тұмыды елдерінде ең сүтті көбі өндіретін, одан көбі өнім алатын Белоруси мемлекеті болды есіптелінеді. Сондықтан біз Қазақстанда сүт жөнінен екінші орын аламыз, жылына 700 мұн тонна шүт шығарамыз, сондықтан бізге Белорусияның технологиясын, Белорусияның қондырларын орынату тиімді. Біз не құрам 1 литр сүттен көбірігі өнімілсақ, соғырам бізге жақсы олады. Оған қосымша біз Могилев облысы менен қарым қатнасыңыз өте жақсы, біздің кәсіп көрлер оңда бар, олар бізді келіп, намысалы, лепті шығару тағыда басқа. Ауыл шаруашлығында да бізден жаман қарым қатнашы оқ, әсіресе көрші ресей мемлекетімен, өткен себебі біздің ауыл шаруашлығындағы малдарымыз босын, егі бұтқан егіндеріміз босын ресейменен сәйкес келет. Сондықтан біз өзіміздің мал шаруашлығында босын, өсімдік шаруашлығында босын, өнімілікті көбейті үшін ресейдегі белосуыдағы жаңалықтарды, өзгөрсітерді еңіземіз. Әсіресе мынау асыл тұқымды мал алу, тек қана бұлтырдың өзінден, мынау Герефорд, мынау Ақпасты Сейрлардың 1152-сін біз ресейден сатып алдық. Келесі бірінем, мынау тұқым мәселесі шөнінен, біздің енді жеріміз құнарыл болғанмен, бірақ ғазіргідің да өнімділік әлді біздің көңілімізді толтырмайды, ол бірден бір осы тұқымға байланысты, біз енді ресейден тұқым аламыз, и одан кейін біздің мына ғалымдарымыз олар менен байланысты. Одан кейін сіздер білеседер, мынау бал, маралы шарауашылығында да біз енді ресейменен қарымқатына жасаймыз, дәл осындай байланыс білім денсаулық сақтау жастар саясатында әсіресе мынау білім саласында біздің ғалымдар Оңыскының, Томыскының, Новосибирскының, Барнаулдың, Мәскеудің, Петербургтың ғалымдары менен жұмыстар сайды. Өздеріңізге бергілі біздің облыста үш мемлекеттік универсеттер бар. Солар мынау қазірге заманың талабына сай, ғылымды өндірісте байланы үшін біркен жұмыстарда салына. Денсиалық сақтау саласында өздеріңізге бергілі мұнау алтай өңірменен шығыс Қазақстан өңірі семей ядірінің пайлы онының зардабын шеккен. Негізінен біздегі аурулардың көбі ол мұнау анқолойға аурулары біздің барнаулдың анқолойға емқанасы менің қанымқанасыны жамын әмес. Әсіресе біздің дәрігерлерді оқытуда, біздің дәрігерлерді келіп жаңағы мастер-класс өткізуде, дәлі сондай жұмысты біз сол барнаул өмірінде де жасаймыз. Жастары саясатында да бізденді негізгі жұмысымызды көрші мемлекеттерменен жасы сақтейміз. Жастарың арасында қарым қатынас, жаңа біріккен кездесуілер, кештер, конференциялар тағы-тағы басқалар өткізу. Нақты айтатын болсақ, осы мұнау соңғы жылдың ішінде біздің облыста қалқаралық студент құлыс атыраттары жүргізілет, оған жылына елің студент Белорусияменен ресейден қапсат. Дәлі сондай біздің студенттер Белорусияменен алтай өңірінде жұмысшы сайды. Дәлі осындай жұмыс балдарды демалдыру, мектептердің арасындағы олимпиада басқа-басқа сағыларда жүріп жатыр. Негізі біздің енді қазіргі болжағымыз есеуіміз бойынша, экономикалық көткіштеріміз бойынша, бұл экономикалық интеграция бізге кемді, біздің оғылыстың экономикалық сайысаттарының негізі болу есіптерінеді, жалпы қалық, оның үшінде кәсіп көрлер бұл сайысатты қолдайды. Тағыдан қайтылап айтам, оған енді негіз, дәлел, осы соғын біздердегі мұнау кеден оғының оғылыстың экономикасына, жалпы қалықтың тұрмысына беріп жатқан жақсылықтары деп біз түсінеміз. Жақында ғана біз өздеріңіз білесіздер баспасызден. Алтайы үшінде болып қайттық, сонда дағыды кездесуілер. Үйіндір саласында болсын, кәсіпкерлік саласында болсын, мәдени білім саласында болсын бәрліға соған бағытталған. Бұл жұмыс келешіктеді өзінің жалғасын табад, негізінен ол біз үшін керек. Ең негізге мәселе ол бізің шығарған тағырларды сатып, одан кейін қазіргі мұна болсы кеден одағына байланысты екелдің арасында кедергінің жоқтығы тек сүрілердің азайғандыға. Я думаю, что развитие любого государства, в первую очередь, зависит от экономической интеграции, взаимодействия, взаимосвязи, сотрудничества с другими государствами. Уже в мире есть такая тенденция, это вот экономическая интеграция. Мы с вами из средств массы информации хорошо знаем, что в мире на сегодняшний день существует около 300 различных экономических сообществ, которые организованы во всех контингентах мира, которые дают определенные плюсы для развития экономики этих стран и самое главное для решения социальных проблем, для повышения благосостояния жителей этих государств. Восточно-Казахстанская область, как вы знаете, является приграничным регионом. Мы граничим с Россией, у нас протяженность где-то 870 километров, и с Китаем 1150 километров. У нас это уже традиционно, исторически сложилось связи с нашими соседними государствами. Уже результаты есть, результаты мы почувствовали после создания Таможенного союза. Мы с вами все хорошо знаем, что три года тому назад с участием Белоруссии, России и Казахстана был создан Таможенный союз, который дал положительные результаты для развития экономики нашей области. Только за прошлый год товарооборот между Россией и Восточно-Казахстанской области увеличился почти на 27%, если денежные выражения, это составило около 268 миллиардов тенге. Аналогичный рост есть из Белоруссии. У нас товарооборот в Белоруссии составил 62 миллиардов тенге. Аналогичнее у нас есть связи с другими странами бывшего Советского Союза, Европы, Азии и так далее. В основном, конечно, наши связи с нашими соседними странами, это в области промышленности. Я могу привести конкретный пример. Вот я же говорил, сегодня у нас присутствует представитель Азии Авто. Впервые на территории Казахстана совместно с российскими партнерами строится автомобильный завод с выпуском ежегодно на 120 тысяч автомобилей, который даст создать дополнительно около 8 тысяч рабочих мест. Кроме того, у нас есть арматурный завод, где выпускается оборудование для нефтяной и газовой отрасли, которые экспортируются газовикам, нефтяникам России. Только за прошлый год товарооборот этого завода с России составил около 3 миллиардов тенге. Аналогичнее у нас есть конденсаторный завод, который выпускает электрический оборудование для энергоизбрежения. Здесь товарооборот состоял около 2 миллиардов. Есть завод Кемонт, тоже выпускает электротехническое оборудование. Товарооборот состоял около 10 миллиардов тенге. Аналогичные работы мы с Беларусью, я уже на казахском языке говорил, особенно по отношению производства тракторов Беларусь. Мы сельскохозяйственная область. Только за прошлый год было произведено около 1500 тракторов марки Беларусь. Кроме того, мы с белорусскими коллегами работаем по лифту и по сельскому хозяйству, особенно в области развития молочного производства. Мы, белорусы, хорошо знаем, какие они прибыли получают и сколько продукции выпускают из одного литра молока. И вот наш завод «Восток молоко» сейчас с ними работает. И, конечно, есть новые технологии в области сельскохозяйства Беларусь. Аналогичные связи у нас есть в области сельского хозяйства. На сегодняшний день с нашими соседями заключено 18 меморандумов. В основном это в области животноводства и растеноводства. Животноводство только в прошлом году мы приобрели из Российской Федерации 1150 голов породы Герафорд и Белоголовый. Кроме того, мы с ними неплохо работаем по отношению улучшения семеноводства. Все-таки мы сельскохозяйственный обыск, как я сказал, особенно по пшеницам, по картофелю. Такая же работа ведется по отношению развития пчеловодства, мораловодства. Неплохие связи у наших ученых. У нас есть три государственных университета, которые работают с учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Омска и так далее. Такая же работа идет в области медицины, то есть здравоохранения. Все хорошо знают, что последствия семиплатинского ядерного полигона оказало в первую очередь влияние жителям Восточной Казахстанской области и Алтайского края. И у нас приобретает заболевание онкологии. Неплохие связи наших онкологических медицинских учреждений с онкологическим институтом Алтайского края по отношению обмена специалистами, проведения мастер-планов и повышения квалификаций. Неплохие связи нашего. Вы знаете, что в городе Курчатове расположен научно-ядерный центр, который неплохо работает со своими коллегами из российской федерации. Реактор работает под руководством академика Велихова. Что касается образования, здесь есть совместные планы по отношению к проведению совместных предметных олимпиад, конференций и так далее, организации совместных отдыха детей. В прошлом году в Белую Курюху ездили наши дети. В этом году мы хотим пригласить детей из Белоруссии и из России, Бухтарму, Алок, Алакуль и так далее. Я уже тоже говорил по отношению к созданию совместных студентских отрядов. Уже у нас традиция в течение четырех лет. У нас создаются международные строительные отряды из числа студентов Белоруссии и Алтайского края. Эта работа будет продолжена. У нас совместные леса, совместные реки. Здесь тоже проводится совместная работа, особенно по отношению к пожарам, во время чрезвычайных ситуаций. Наши связи, наши дружественные отношения помогают в свое время принять соответствующие меры для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Конечно, и по отношению к использованию трансграничных наших рек. Сейчас по поручению двух президентов разрабатывается крупная национальная программа. Это развитие наших природных парков, Катун-Карагай и Катунский. Сейчас наши специалисты, ученые в этом плане работают. И, конечно, у нас общий Алтай, то есть развитие туризма тоже, потому что у нас природа, они похожи, богатство тоже. Поэтому мы стараемся совместно развивать нашу туристическую возможность. Есть такая программа «Алтай. Золотые горы». Неплохо к нам приезжают туристы из Российской Федерации отдыхать в Алакуль, в Бухтарму. И сейчас мы создаем дополнительные условия для того, чтобы было побольше иностранных туристов. Аналогично наши ездят, вы знаете, есть на территории Алтайского края знаменитый Белокуриха. Туда ездят наши, отдыхают. То есть здесь тоже мы используем наши давние исторические связи и, конечно, наши возможности для того, чтобы организовать отдых жителей двух наших регионов. Ну, в целом, кроме того, я уже говорил, что у нас на сегодняшний день неплохие связи с Кореей, с Израилем, с Китаем и отдельными странами Европы. Мы часто проводим различные форумы, направленные, в первую очередь, на совершенствование и развитие наших связей, сотрудничества этими государствами. Я еще раз хочу повторить, что интеграция связей, сотрудничества – это не только вопросы экономики, это и вопросы, как я уже сказал, и образования, и культуры, и здравоохранения и так далее. Но самое главное – это уже обмен опытом. Мы у них изучаем новые инновации, какие-то там новые технологии и так далее, которые всегда помогают развитию экономики нашей области. В целом, мы считаем, что это правильное направление, мы не должны замкнуться, как одна страна, ни с кем нет. Тем более, у нас территория большая, богатства достаточно, к сожалению, народу мало – 17 миллионов. Поэтому, конечно, мы должны, в первую очередь, искать для развития своей экономики, для создания возможностей нашим предпринимателям, руководителям наших предприятий рынок сбыта. Но мы занимаемся не только вопросами внешней интеграции, мы занимаемся и вопросами внутренней интеграции. Вы знаете, что есть поручение президента по этому вопросу. Если вы помните, в прошлом году Восточная Казахстанская область была инициатором по отношению проведения первого форума по внутренней миграции с нашими соседними областями – Караганда, Павлодар, Алматинская и Восточная Казахстанская область. На основании этого только за прошлый год наши взаимоотношения экономические, то есть товароворот увеличился на 22 миллиарда в тенге, но, кроме того, я уже, как сказал, не только экономики, здесь есть связи, идет общение в области здравоохранения, образования, развития туризма и так далее. Сейчас совместно с Акиматом города Астаны мы прорабатываем вопрос создания совместного торгового дома в городе Астане. Вы хорошо понимаете, какую продукцию выпускает Алматинская область, Восточная Казахстанская, Павлодарская. Мы хотели бы, чтобы жители Астаны имели возможность покупать дешевые, качественные продукты питания. То есть, в завершение, я еще раз хочу сказать, выгодность интеграции во всех отраслях экономики нашей области, которая дает только положительные эффекты для развития экономики, для улучшения жизни жителей Восточно-Казахстанской области. Большое спасибо вам. Большое спасибо вам. Большое спасибо. 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 Я виновата. Большое спасибо. Мы об этом говорили, чтобы они за собой делали ту работу, которая им положена. В Казахстане, в Китае, жерли жалко веру. Мену этот кунде был 40-х, жалко перегомен. Сол бағытта жұмыс аргарай жүргізлет. Это касается аренда земли Восточно-Казахстанской области Китаев. Разговор такого нет. Речь идет по отношению применения технологии оборудования, которые соответствуют сегодняшним стандартам для повышения урожайности сельхозкультуры. У нас время немного ограничено. Позвольте, пожалуйста, Олег, следующий вопрос. Мену леум казахшыя түсініктіғу, мен жаңа айттым тағы дейтым, уна жер туралы ешқандай мәселі жоқ арендыға беру деген. Біз сол басқа меблекеттердің жаңа технологиясын, қондырғыларын, біздің жердің өрінімділің көбейт үшін пайдаланымызгер. На территории Алтайского края действует 139 совместных предприятий с ВКО. С развитием торгово-академических отношений будут создаваться новые предприятия. Какая отрасль приоритетная и существуют ли уже какие-то определенные проекты? Я уже в своем выступлении на ваш вопрос ответил. На сегодняшний день в территории Восточно-Казахстанской области существует 389 совместных предприятий. Из них в основном 230 – это с Российской Федерации, 5 – с Беларусы, 2 – с Армении, Кыргызстаном и Китаем. А конкретный проект, я уже сказал, самый, на сегодняшний день самый крупный проект – это строительство завода «Азия Авто», который строится совместно с Российской Федерацией мощностью 120 тысяч автомобилей в год. Кроме того, я говорил по отношению нашего арматурного завода, конденсаторного завода. Вот они с ними и работают. И будут внедрены их новые технологии, новые инновации для того, чтобы улучшить экономическое состояние этих предприятий. На территории Алтайского края мы сейчас тоже работаем. Там у нас Кастынок работает, а наши сельхозники работают. И сейчас мы в Ускаменогорске впервые, даже можно сказать, в странах СНГ открыли завод по глубинному переработке птичьего мяса, где из килограмм птичьего мяса выпускается 70 наименований продукции. Вот этот завод намеревает в Алтайском крае открыть свой завод. И мы сейчас с ним равны. Кроме того, в последней встрече с губернатором области мы договорились открыть в Барнауле торговый дом, где бы продавались продукции нашей восточно-казахстанской области. Вот представители Алтайского края сидят, мы постоянно ведем анализ, сравнение по отношению стоимости продуктов питания. Буквально недавно в Барнауле мы проводили дни восточно-казахстанской области, там мы организовали ярмарку, продавали продукты питания. Мы мясо продавали по 1000 тенге, Барнауле, если перевести на тенге, стоит где-то 1500-1700. То же самое по отношению молочных продуктов, то есть есть наши предприниматели, которые бы хотели бы открыть там торговый дом и непосредственно продавать свои продукты. Большое спасибо, пожалуйста. Представьтесь и следующий вопрос. Сонгат Алипбай, Егемен Казахстан. Курметті Бердбек Мәшбекулу. Алемде қалып тасқан индустриялан дамуына қойланыстымнан дай бір қағида бар. Кез келген елдің өнеркәсіптік даму денгейін, ең алдымен оның машина жасаусаласының даму денгейі айқында идти дегенсин. Сол қағида әлгінгі дейін күшінде, үткені дүни өзінде Ермания, Жапония, Ақшелдері бұрын қысыша машина жасаусаласында қелдер, әлгінгі дейін алтын күлекте кележатыр. Осы тұрғыдан алғанда біздің тәуелсіз Қазақстанымызда жүзегі асқан үлген үлкен бір шаруаның бірі женіл ақта көлік құрастыру үші алғаш рет шығыстан бастау ал, қазір жүл өткен сайын күші үп кележатыр. Соның бір денгейі азияқта әс бұрындың құрылып жаңа өзіңіз айтқан сияқты үлкен жоспарды қорға алуы. Бірақ соңғырамастан ғазіргіні біздің басқа еліміздің өңірлеріндеде осы женіл көлік саластыру. Күші өтсіуде, оның үстіне біздің кеден одағына кіріп отырған Белорусия мен Ресейде бұл салалар қатты тамуда. Сонда біз қанчалықты бәсекеге түсі оларымыз, Ресей мен түсі оларымыз бұл жағымыз? Сұрағыңызға түсіндім. Қанша көлік шығарып жатырға өзіргі осы елдерге? Түсінікті, түсінікті. Енді қазіргі таңда өзінің потенциалына кадрларына байланысты шығыс Қазақстан ұлысы Қазақстандағы машина өңде жасау саласындағы басты өңір болу есіптерінет. Жаңа ғол өзіңз айтқан Азияпта. Азияпта бұлтыр 30 мүн машина шығарды, құны 100 млрд тенге тұратын. Қазіргі қазіргі таңдағы біздің мемлекетте қасып көлерге деген жасалып отқан жағдай. Біздің салық бәрім бұла есіптегенде Ресеймен салыстырғанда 17 пайызыға төмен. Екіншіден біздің мұнау электроэнергияның, судың бағалары оларменен салыстырғанда төмен. Осылар біздің мұнау машина жасау қасып орындарына мүмкіндік бірет, олардың шығарған өлімдерінің бағасы, Ресейдің шығарғанының өлімдерінің бағасынан төмен. Одаң кейін бізде айтпақшы жұмысшыларда, жұмыс күші де олармен салыстырғанда бізде төмен. Осының бәрлігі біздегі шығарым атқан көліктерді төмен бағаменен сатуға мүмкіндік бірет. Олдығың сөз ертен бұл жөнді ешқандай мәселе болмау көрек. Бірақ кәзіргі заманың күнді өлікті талабына сай, біз өзіміздің шығарған машиналарымыздың сапасын жақсы артуымыз керек. Дүні өзінде болып атқан жаңалықтарды, технологиларды олардың шығарғына еңізіміз керек. Рахмет, келесі сұрық. Қысықшы. Агирима Спанова, Первый канал Евразия. Шахтёры из Ильяновска просят пересмотреть пенсии. Учитывая их стаж и вредность производства, они получают примерно по 20 тысяч тенге. Можно ли помочь им пересмотрение их пенсии? Ну, во-первых, интеграции пенсии немеде. Ну, я это знаю, отвечу минуту одну. Во-первых, 20 тысяч пенсии в Казахстане нету. Средние пенсии в Казахстане, по-моему, 32 тысяч тенге. А у шахтёров тем более. Вы хорошо знаете, пенсия зависит, в первую очередь, от зарплаты и от стажа работы. Второе. Что касается пересмотра пенсии. Было недавно принят закон по отношению внесения изменений пенсионного обеспечения. И сейчас правительство готовит соответствующие изменения. Большое спасибо. Следующий вопрос. Представьте себе вопрос. Евразия первая очередь. Берг Дисимбай. Меніңізге қысқа ек сұрағымыр. Екі тілде жауап беріңіз дөтінен. Бірінші сауалым. Бұл өске мендегі автобушлардың ері өліне ғатсайты бөтсеніз. Казар жағдай қалай тұрақталды. Кімдердің? Кімдердің? Автобус парктері. Казар автобустар қала көшелеріне шығудан бастартып жатыр. Тарифтың көтерілігін талабетуде. Жуалақ тарифының. Бұл бірінші сауалым. Екінші сұрағым. Бұл Семей қаласындағы құрылысы бұрын басталып тоқтап қалған жаңа мешт. Сол мешттің тағыдарды не болды? Бұл құрылыс бітеме? Ол ғыс башылығы тарапынан қандайды бір көмек көрсетілеме? Бұл біз бір айтатын пейдер, осында кезесілерді, қалық叩зді件де. Падалға төмен түс көтпейік, деп. Падалға түсі қ称 шығғымай қаламызды. Біз басқы жағарқа ауторсақ баратырмызда, бірақ мен сіздің сырағаның жауап білейін. Аптоуыстардың меселен шүйенінин. Тарифті көтеру деген. Продолжение следует... 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 Это не только экономика, это и образование. Это от высококвалифицированных специалистов. Если хороший в соседнем Алтайском крае, мы должны его изучить и применить у себя в области. По отношению кластера, что создание в одном месте детского сада, школы, внешкольных учреждений и внедрение информационной технологии в процесс обучения учащихся, вот это нас заинтересовало. Сейчас наши специалисты работают, и мы будем дальше работать в этом направлении, чтобы внедрить некоторые элементы у нас. Я не могу сказать, что образовательных кластеров у нас нет, информационной технологии нет, но есть что-то новое, которое у нас нет. Большое спасибо. Телеканал 24КЗ, Бульнара Трусунова. Бердвиг Мажбекович, продолжение предыдущего вопроса. Скажите, пожалуйста, на базе города Курчата, Восточно-Кастанской области, планируется создание наукограда, и используется при этом опыт города Бииска Алтайского края. Скажите, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как проводится работа. Очень хороший вопрос. Вот опять же, вот это результат нашего взаимодействия с нашими соседями, связи. Мы изучили опыт Бииска, Дубны, в отношении создания наукоградов. Сейчас на территории Российской Федерации 11 наукоградов. В России принято закон о наукограде. Как раз в основном всем этим требованиям на сегодняшний день соответствует наш город Курчатов. Там есть научная, производственная, кадровая база. Поэтому мы вышли с предложением по отношению, во-первых, принятия закона о наукоградах в Казахстане. Второе, на основании или в реализации этого закона создать на базе города Курчатове наукограда. Мы обратились к президенту страны, Насултанович поддержал наше предложение. Мы сейчас этот вопрос отрабатываем правительством. Большое спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Следующий вопрос. Информационное агентство закон КИЗ, Айнур Коскина. У меня к вам вопрос по поводу, вот в марте, если мне не изменяет память, то вы уже отметили пятый год Акимства, да, в Восточно-Казахстанской области. Раскройте свой секрет Акимского долголетия. А вы что, считаете, пять лет долго, что ли? Ну, по сравнению с другими регионами. В наших соседях, то есть в Российской Федерации, Акиме работают от 10 до 15 лет. Секрет никакого нет, работать надо, и все. Спасибо. Пожалуйста, Кельсов, Сырақ. Сырақтыр, койлы ватыр. Мен білгін білгені областың ресеймен... Пожалуйста, представьтесь, прошу, прошу. Астан Акшама газета, Аманғали Халжанов. Мен білгін білгені областың ресеймен, Беларусиан арадағы экспорт импертулесу қаншалық декен айталасыз ба? Мен жаңа айттым, таға қайтылап айтайын. Біздің қазіргі таңдағы, немен ресейменен жалпы тауыр айланымыз 289 миллиард тенге, Беларусианменен 62 миллиард тенге, экспортпенен импертті салыстыратын болсақ, 600 паез экспорт, 40 паез имперт. Бұлайшат қынғызды бізде положительны салды по отношении торгового оборота с Российской Федерацией и Беларуси. Рахмет, келісі сұрақ. Күсірай, бірген ғызы жетіншарна, ел басы ортажене шағын кәсіпкерліктін кедергісіздамуына басы Назар Аударп келет, сонғызды сіз басықа работырған өңірде, осы турада қандай қадамдар жасағы жатыр? Вы правильный вопрос задали. Действительно, президент нашей страны вопросу сокращения барьеров для развития бизнеса уделяет большое внимание. Нам дает постоянное поручение для того, чтобы сотрудничали и работали бизнесмены России, Беларуси, у нас, Казахстану, в том числе нашей восточно-казахстанской области. Мы должны сокращать максимально административные барьеры. Что мы конкретно делаем? Вы и средства масс-информации знаете. В прошлом году на территории восточно-казахстанской области реализовался пилотный проект совместный с Министерством транспорта, Национальной палатой предпринимателей, партии Нур-Отан. В результате мы намного сократили количество различных справок, разрешения и дни получения. Буквально недавно этот вопрос у нас обсуждался. Сейчас мы дальше работаем, чтобы максимально уменьшить количество проверок. Я могу привести пример. Если, например, в прошлом году было количество проверок около, по-моему, 2000 за первый квартал в этом году, и они сократились почти два раза. Тем более уже с 1 апреля действует моратория. То есть я еще раз хочу сказать, что мы максимально создаем условия не только по отношению сокращения адамбарьеров. Я понимаю так, для бизнесмена, первое, это финансовая сторона. Мы из бюджета своей области выделяем дешевые кредиты для предпринимателей, как в индустриальной, так и агросекторе. Где-то ежегодно, где-то около 2 миллиардов тенге мы выделим. Рахмит. Килиса Сурак. Агентство Хабар, Мадина Беркутбаева. Понятно, что интеграционные процессы, они очень выгодны для крупного бизнеса. Но в поддержке нуждается, я не говорю малый, хотя бы средний бизнес. И в этой связи вопрос, местные исполнительные органы оказывают ли какие-то, может быть, преференции, скажем, для небольших предприятий, хотя бы из тех же моногородов сельского бизнеса, вот именно при выходе на экспорт. Вы очень хороший вопрос задали, но я уже говорил в своем выступлении по отношению связи наших предпринимателей из малого и среднего бизнеса, ну, с Россией, там, с Белоруссией, не говоря, вот, сокращение, еще повторяю, административных барьеров, там, таможня и так далее, так далее, мы выделяем кредит. Вот это вот то, что вы сказали, преференции. Если бы они эти кредиты в банках второго уровня получали бы с процентной ставкой где-то минимум, там, 15-17%, у нас 5-6%. Особенно мы очень много в последнее время помогаем пчеловодам, это вот самый такой слой аграрников, которые вообще не получали никакой государственной поддержки. И вот можно сказать, что в результате вот только в прошлом году впервые, опять же, мы 20 тонн меда реализовали в Китае. Мы дальше работаем. То есть мы смотрим, повторяю, не только на административные волокиты и на экономическую сторону. Большое спасибо. Пожалуйста, последний вопрос по теме. Первый вопрос. На первый вопрос, я думаю, можно будет ответить. Он касается тематики. Второй вопрос, он не касается тематики. Что касается меда, я уже честичны. Бал туралы, мен жаңа айтып кеттім. Ол енді біздің кейінгіздегенді даңытып жүрген салағымыздың біреуі. Сіздер жақсы білесіздер. Казақстандағы 90% бал, біздің шығыс Казақстанда, біздің табиғатымыз бәрліға. Казақстанда, біздің табиғатымыз бәрліға. Біздің жылдағы бал фестивалін өтің жүрген деге мақсатымыз, осы біздің балды басқа мемлекеттерге шығару. Ең бірінші кезде, мысалы, сегіз ақ мемлекет қатысы, соңғысына 15 мемлекет. Жақындағы біздің балмен айналысатын азаматтар біріккен Арап Емиратында болып қайтты, сөз жүрде өздерің балдарын көрсетіп. Біз енді бұл нен дарғарай әрине жалғастыруымыз керек. Екінші панта керингі байланысты. Олда енді дәл осындай сала, оғанда біз енді өзіміздің енді көмегімізі көрсетіп атырмыз, сіздер жақсы білесіздер. Мұна қатан құрағай үгіндегі демалыс орындары негізінен осы панта керингменен келген адамдар деймдейді, келген адамдар сол үшін барат, оның енді бері батқан нәтижелері бар. Біз панта керингді қазір Кореяға, Қытайға аздап ресейгі экспортға шығарамыз. Менің өзім құнайға шүкір, денсаулығым жетет, әлім аған панта керингінің қажеті жоқ. Панта керингменен барып, шомылып, емделуге жаңын вақытты жоқ. Қанттан ешқандай аласапырам болған жоқ. Бірақ біз енді бұлаймызғы, бірнэс еш үшік болады, бірден қапта балабастаймыз. Біз енді оның берліғына түсіндері вайтық, оның бір қамбаттағанды жоқ. Біз енді қанттан қазақстанда қамтамыз енді қан тұрдалығы бар. Біз енді кәзір сол қырменен жұмыстебатырғымыз, бұл жәнді ешқандай мәселі жоқ. Позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге. Всех пришедших также мы благодарим. На этом брифинг закончен. Спасибо. Я благодарю еще раз всех журналистов и Центр коммуникации за приглашение, за участие, за вопросы. Я думаю, ваши вопросы даст дополнительный нам стимул для того, чтобы улучшить нашу работу. Спасибо. Рахмет.